Восприятие изобразительного искусства Восприятие изобразительного искусства Есть много точек зрения на психологию восприятия искусства Я буду исходить из одной очень распространенной точки зрения Согласно которой восприятие искусства в принципе не отличается от восприятия мира вообще Ну просто произведение искусства это особые объекты И если что-то восприятие искусства есть особенного То это связано с особенностью прежде всего самих произведений искусства И особенности отношения человека к искусству вообще Вот и начнем мы с вами разговор с анализа восприятия знаменитой картины Исаака Левитана Март Находится она в Третьяковской галерее Очень любима многими почитателями русского искусства И я тоже очень люблю эту картину И вообще Исаак Левитана один из самых моих любимых художников Эта картина очень что интересна тем Что на ней можно рассмотреть некоторые особенности восприятия людьми искусства вообще Давайте посмотрим с вами на эту картину Вы чувствуете, что здесь уже то время года Когда чувствуется, что заканчивается зима И вот-вот начнется весна Это связано с тем, что в данном произведении художник нашел особое сочетание цвета, очертаний, разных деталей И вы легко узнаете это время года Март, так называемая весна света Когда в воздухе, что уже чувствуется, скоро тепло Да вы и сами чувствуете приближение тепла, глядя на эту картину Дело в том, что художник обобщает в своем произведении Очень многие стороны нашего отношения к жизни, к природе И в этом, что одна из важнейших задач искусства Вот в отдельных частных этих вещах увидеть нечто общее То есть обобщить это все в некоторую целостную картину И значение искусства в значительной мере для жизни людей и общества заключается в том Что оно совершенствует у нас способность видеть целое Но это целое надо еще увидеть И здесь люди очень сильно различаются Естественно, у каждого человека есть свои переживания Что-то свой личный опыт И кроме того, людям иногда мешают Как и у разного рода превходящие обстоятельства Например, вот есть такой известный феномен восприятия искусства Наивный реализм Это когда зритель воспринимает картину как фотографию конкретного места И обнаруживает там какие-то разного рода неточность Наверное, не так все это, что было И в результате не видит главного В частности, может не увидеть, что здесь чувствуется приближение сны Но имея опыт восприятия искусства Имея опыт переживаний Человек учится видеть произведение искусства непредвзято В значительной мере это обусловлено тем Что у него развивается воображение Развивается способность удерживать целостный образ И уже анализировать детали, исходя из своего общего впечатления произведения Ну, как учиться, как удерживать вот этот важный для восприятия искусства Целостный образ произведения Много есть разных способов И у строителей выставок, что музейные работники, ну, нашли Одна из очень важных особенностей музейной работы заключается в том Чтобы найти, какие произведения должны висеть рядом Здесь есть довольно такой прием Когда рядом висят картины с разным эмоциональным содержанием Вот в Третьяковской галерее картинам Март Левитана Висит рядом с его картиной Владимировка Здесь вы видите совсем другое настроение Совсем другие чувства И вот на сравнении двух этих произведений В общем-то, зрители и давно довольно легко удерживают Вот, как образ мотива весны света Что представлено в марте Вот, если вы будете в Целостной галерее Что обязательно постарайтесь увидеть две эти картины одновременно Для этого надо отойти немножко назад Чтобы было достаточное расстояние Для того, чтобы увидеть обе эти картины одновременно Сейчас вы видите картину Левитана Как исходящий цветной поток света от экрана монитора Поэтому некоторые особенности подлинного произведения здесь теряются Ну, прежде всего, теряются особенности произведения Связанные с так называемыми пигментными цветами Вот, если мы сейчас посмотрим на картину Левитана Март То вот потерялись какие-то интересные освещенные березки на дальнем плане Потерялся свет размокшей земли на первом плане Ну, еще какие-то особенности Вот, поэтому очень важно для настоящего любителя искусства Сохранять, ну, в сознании, в памяти образ подлинника Часто задают вопрос Сколько раз, там, в год, в месяц надо ходить в музеи, на выставки Однозначного ответа нет Все зависит от самых разных обстоятельств Ну, что очень важно Это удерживать, еще раз повторяю В сознании образы полюбившихся вам картин Именно подлинников Потому что они дают наиболее точное понимание замысла автора И у любителей искусства в сознании есть ряд таких вот эталонных произведений И что Март Левитана и для зрителей, и для многих художников является эталонным произведением для выражения, как и «Весны света» в нашей живописи Поэтому, начиная, наверное, все-таки с Левитана Вот этот мотив, что «Весны света» многократно повторялся в русской живописи Вот, например, давайте посмотрим на картину Игоря Грабаря «Мартовский снег» Здесь очень близкое состояние времени года, состояние природы И, как и очевидно, что уже и в сознании художника определенные достижения Левитана были использованы, обобщены уже применительно к новой картине А вот еще одна эта картина – «Юон», значительно позже написанная «Мартовское солнце» Если у Левитана все-таки это разгар дня, то у Иона уже день склонится к закату Но вот этот же самый мотив У Иона есть в его воспоминаниях описание удивительного момента в его жизни Как-то он сидел в одном из скверов Москвы Как раз примерно в это время, в марте Снег еще не растаял И он про себя подумал Как здорово природа подражает Левитану И у опытного любителя искусства Искусственного человека, который много видел Уже последующие произведения, как и у искусства Тоже становятся своего рода эталонными И выстраивается в сознании определенное понимание традиций развития Ну, искусства в частности Традиции развития мотива «Висмы света» Что в русской классической живописи И это уже начинает влиять на восприятие других произведений искусства Уже на оценку их И здесь возникает очень серьезная проблема Это борьба с предвзятостью Что может помочь нам от шаблонного восприятия искусства Ну, прежде всего, как и увы, что необходимо разнообразить опыт восприятия искусства Поэтому очень важно посещать выставки На выставках знакомые нам произведения Вдруг оказываются рядом с другими произведениями Не с теми, что они присели, скажем, в экспозиции Третьяковской галереи И вдруг вы замечаете новые оттенки образа Своей любимой картины Открываете в ней то, что раньше не замечали И одновременно начинаете лучше понимать те произведения, которые увидели впервые Очень часто спрашивают А что и сколько надо читать об искусстве? И вот здесь бы я не стал бы давать однозначных ответов Понимаете, очень много зависит от того, насколько человек самостоятелен В понимании прочитанного Очень часто случается, что рассказ о художнике, о картине Не дает зрителю, чтобы потом самостоятельно, непредвзято, непосредственно Что видеть само произведение искусства Поэтому я бы посоветовал тем, кто не хочет становиться искусствоведом Искусствоведом надо читать обязательно И очень много читать А тем, кто просто любит искусство Ну, опираться на собственные ощущения Вот если вы чувствуете, что книга о художнике вас не привлекает Она как-то замутняет ваше восприятие То, естественно, лучше не читать А если добавляет какие-то новые штрихи в понимании его творчества То, естественно, надо и, может быть, даже нужно читать Вот я, например, очень люблю читать биографии художников Вот, люблю читать, ну, как они работали Как они общались с другими людьми Очень большое значение для меня имеют портреты и автопортреты художников Вот, потому что в портретах, ну, как бы обобщается некоторый образ художника Вот я вам в заключении нашей беседы Хочу предоставить портрет Исаака Левитана Написано своим знаменитым художником, современником Левитана Валентином Серовым Вот, посмотрите Какой это был интересный человек Как у него такой зоркий, глубокий взгляд был на мир Вот, и, естественно Валентин Серов не просто хорошо знал Левита, но он его очень любил Вот, и он даже, может, приехал из-за границы на похороны этого художника Может, понимал его значение для русской живописи Вот так бы я вам посоветовал относиться к искусству в первом приближении Но так же надо действовать самостоятельно Бывать в музеях Бывать на выставках Читать книги по мере надобности При этом стараться сохранять непосредственно своего восприятия искусства Потому что искусство изначально рассчитано на непосредственное восприятие Что вы сами это можете увидеть из нечто важное, значительное Что замыл автор Это своего рода беседа с художником Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому